Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Стадион Самара-Арена готов почти на 50%. На объекте прошло совещание, посвященное подготовке областного центра к Чемпионату мира по футболу. В чрезвычайной ситуации в поселке Курумыч из строя вышла котельная. Жители остались без горячей воды. Заведомо проигрышная лотерея. ГИС предотвратил возникновение финансовой пирамиды. С удовольствием и без риска городские власти усилили меры контроля за несанкционированными пляжами. Кто они, последние герои? Самарские смельчаки преодолели самую длинную трассу в России. Стадион Самара-Арена готов почти на 50%. На объекте прошло большое выездное совещание, посвященное подготовке областного центра к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В совещании приняли участие губернатор Николай Меркушкин, министр регионального правительства, глава Самара Олег Фурсов, строители и архитекторы. О главных темах встречи репортаж Павла Баймакова. Находясь в уже почти готовом помещении вип-ложи, где проходило совещание, невольно представляется картина, как на трибунах и на поле кипят нешуточные страсти. Сегодня уже почти полностью готовы конструкции первого этажа стадиона, а более чем наполовину завершен второй. Бетонные работы по всему объекту выполнены почти на 72%. Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. На опоры уже установлены пять монтажных блоков консолей купола стадиона. Ведется подготовка к монтажу очередного шестого блока. Сейчас во многом уже все на такой финишной прямой. Сейчас можно очень быстро, очень быстро делать любые объемы. В два-три раза больше, чем условно можно было их делать полтора-два года назад. На сегодня уже почти все ясно. Как надо делать, что надо делать, в какой очередности, все абсолютно ясно. На строительстве объекта заняты 1200 человек, но в ближайшее время, по словам подрядчика, их число увеличится до полутора тысяч. Это поможет не отставать от графика, утвержденного федеральным правительством. Один из ключевых вопросов – развитие транспортной инфраструктуры вокруг стадиона. Как сообщил глава регионального Минтранса Иван Пивкин, основная масса болельщиков будет приезжать на Самар-Арену на скоростном трамвае. Также предусмотрено строительство автовокзала, который будет принимать не только внутригородские рейсы, но и работать на пригородные сообщения. Такое решение позволит дополнительно разгрузить центральную часть Самары. Здесь же у нас появился новый объект, который первоначально не был – автовокзал с автостанцией, посадочные платформы здания автовокзала и площадки высадки, предусмотренные для международных региональных автобусных маршрутов и конечная остановка городских автобусных маршрутов. Уже начались работы по строительству двух главных улиц, ведущих к стадиону – Дальний и Арена-2018. «Все работы должны завершиться к декабрю 2017 года», – подчеркнул Николай Меркушкин. Особое внимание на совещание было уделено строительству объектов Наукограда «Гагарин-центр». Губернатору представили шесть проектов. После внимательного изучения было принято решение объединить две самых удачных концепции. Главное преимущество строительства Гагарин-центра именно на территории поселка Радиоцентр в том, что все инженерные коммуникации дороги у Наукограда будут объединены со стадионом, в строительство которого сейчас складываются большие средства. «Коммуникации здесь все общие. Понимаете? В чем преимущество строительства Гагарин-центра здесь? Ну и расположение очень удобное, место, парковые зоны и так далее. Плюс будут очень большие вложения под стадион, под подготовку к чемпионату мира. Это коммуникации все абсолютно. Все работы земляные и много дороги. Это все уже делается в том числе для Гагарин-центра». На прилегающей к арене территории появятся пешеходные дорожки, спортивные площадки, парковая зона. Предполагаемая сумма инвестиций в это направление составит полтора миллиарда рублей. В районе Гагарин-центра появится и высотная доминанта. Небоскреб высотой 150-200 метров, но как не исключил губернатор, он может подрасти и до 240 метров. Высотка будет стилизована под космическую тематику. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Фальшивый розыгрыш не прошел. Неизвестные воспользовались именем телеканала «Самара Гиз» в сомнительной акции, призом в которой была якобы однокомнатная квартира. Организаторы сообщили, что победителей розыгрыша назовут в прямом эфире нашего телеканала. Однако «Самара Гиз» отношения к этой акции не имеет. Мы провели свое журналистское расследование и выяснили, розыгрыш в соцсетях мог привести к созданию новой финансовой пирамиды. В запутанном деле разбиралась Алина Чемерес. Сделать репост и выиграть однокомнатную квартиру. Этот розыгрыш в интернете собрал сотни участников. Неудивительно. Организаторы обещали жилье в новом доме площадью почти 50 квадратных метров. Компанию застройщика прорекламировали на совесть. Расписали в красках. Удобная планировка, охраняемый двор, близость к торговым центрам. Однако сотрудников фирмы, чьей квартирой обещали щедро одарить победителя информацией об акции искренне удивило. Это мошенничество какое-то. Застройщик никакие розыгрыши не проводит. Нас никто не ставил в известность. Мы случайно так же узнали, нам позвонили люди и сказали, вот вы разыгрываете, мы стали искать и нашли. Это неправда. Мы не разыгрываем никакие квартиры однокомнатные. Организаторы акции сообщили. Имя счастливчика назовут 3 сентября в прямом эфире нашего канала. В действительности телекомпания «Самара ГИС» никакого отношения к этому розыгрышу не имеет. Когда компания, которая старается вести открытую, честную информационную политику, открытую, честную политику экономическую, втягивается в какие-то мошеннические действия против своей воли, это, конечно, досадно. С другой стороны, но во всем плохом есть, наверное, элементы хорошего. Знаете, раз нашим именем пользуются, значит, мы популярны. На вопрос, на каком основании в розыгрыше фигурируют названия нашей телекомпании, организаторы заявили, произошла глобальная ошибка. Акция, мол, должна была пройти в другом городе, а на канал «Самара ГИС» указал заказчик розыгрыша. Вопрос, как можно было перепутать города и кто этот самый заказчик остался без ответа. Эксперты уверены, якобы безобидная акция в соцсети только вершина айсберга. Те, кто попался на крючок, вполне могли стать жертвами мошенников. Всякое мошенничество строится поэтапно, как говорила Стаббендер. То есть, скажем, первые шаги и вторые люди должны расположить к себе потерпевших потенциальных, показать, что все спокойно, все нормально. А потом, следующее требование будет деньги, 100%. Но обычно так строятся финансовые пирамиды, когда объявляют различные конкурсы. Но для получения конкурса обычно говорят, пришлите нам 2000 рублей, либо 5000 рублей, мы выплатим вам комиссионные сборы и так далее. То есть, это за такие дела уголовные были уже в Тольятти. После того, как организаторам акции посыпались вопросы, объявления о розыгрыше удалили. Вскоре с просторов интернета исчезло и само сообщество. Чтобы наши телезрители не пострадали от рук мошенников, сообщаем. Вся информация об акциях, которые проводит телеканал «Самары ГИС», всегда размещается на нашем сайте и в официальных группах в соцсетях. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Дмитрий Мешканцов. События. Лето без горячей воды. В поселке Курумыч объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителям приходится принимать душ в холодной воде, а работники котельной отказываются включать котлы, опасаясь за свое здоровье и жизнь. Ситуация разбиралась Марина Матвейшина. Утро Зинаиды Никитиной начинается не с кофе. Прежде чем готовить завтрак, женщины греют воду. Меры вынуждены. Вот уже две недели в кране нет горячей воды. Наливаю в кастрюльку. Ставлю на плитку. Потому что так, как у меня инвалид первой группы, постоянно его мою я. Он лежачий парализован. Целый день девчата видят, я стираю пеленки, стираю это, то и делаю. Но холодной водой, конечно, руки. Руки болят уже. Без горячей воды в поселке Курумыч остались две девятиэтажки, общежитий и два детсада. В день отключения воды, 27 июня, на подъездах появились объявления с открытой датой. До устранения неполадок. Эти, если дома 25 и 27, у них есть хотя бы газ, у нас газа нет. Мы стоим на электричестве. То есть у нас не только сейчас горячей воды нету. Но если мы включаем электричество, кипятильник, греем воду, у нас вышибают пробки. То есть наше общежитие, то и глядив, залетит из-за того, что у нас плохое электричество. В котельной, которая и снабжает поселок горячей водой, непривычно тихо. Она не работает. 27 числа работники привычным жестом разожгли горелки и почувствовали весьма ощутимый хлопок. Небольшой взрыв газа. Больше разжигать горелки они не решились. Если использование опасно, может произойти непосредственно взрыв горелочного устройства. Эти горелочные устройства работают без автоматики. Автоматизации вообще нет. Загораются они от запального устройства и вручную все это открывается. Оборудование давно пора менять, признаются работники. Оно выработало уже два своих срока, а именно 50 лет. Еще в 2006 году Роспотребнадзор выписал предписание о замене горелочных устройств. Оно очень дорогостоящее, это оборудование. Где-то в районе 20 миллионов, он сказал, ну надо. Таких денег из года в год не было возможности выделять. Выделялись небольшие суммы на текущий ремонт, дабы не сорвать начало отопительного сезона. Сейчас в поселке Курумч объявлен режим чрезвычайной ситуации. На комиссии в администрации поселения принято единственно верное решение – модернизация котельной. На ней завязано отопление всего поселка. Здесь живут 6 тысяч человек. Сейчас специалисты рассчитывают точную стоимость, ищут деньги и планируют начать реконструкцию хотя бы одного котла. Запустить котельную полностью обещают до 1 октября. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Руководители самарских подразделений «Газпрома» сегодня заявляют о масштабных проектах, которые будут реализованы, в том числе и на территории региона. По итогам годового общего собрания акционеров они провели пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах года и перспективных планах. Плюс 770 километров. На такое расстояние выросла сеть магистральных газопроводов «Газпрома» за прошлый год. «Газпром Трансгаз Самара» – одно из старейших подразделений. Сегодня проводит модернизацию своих объектов и готовится отметить юбилей. В 2018 году знаменательная дата будет у нас. В год, когда у нас будет проходить чемпионат мира по футболу, наши предприятия будут праздновать 75-летие среднего образования. С одной стороны, это почетно осознавать, что предшественники стояли у стоков создания газотранспортной системы. С другой стороны, возраст наших магистральных газопроводов и тех объектов достаточно большой. Поэтому мы уделяем большое внимание и диагностике, и техническому обслуживанию, и перевооружению. Ключевыми объектами в Самарской области станут три новые газораспределительные станции в Лопатино, Сергиевске и Тольятти. Они необходимы для обеспечения потребителей дополнительными объемами газа. Планируется реконструкция двух газопроводов – Пухвестнево-Самара-2 и Жигулевск-Зольное, которые были проложены еще в 60-е годы, и настало время обновить. Компания «Газпром» газораспределения Самары завершила реконструкцию газопровода «Винтай-Самара», который обеспечивает развитие областного центра. Все-таки это знаковый такой объект, один из крупнейших в Российской Федерации за последние годы, и один из первых газопроводов в стране, построенный более 60 лет назад. И он сейчас выполнен после реконструкции по самым современным технологиям, по самым последним, скажем, техническим решениям с применением телеметрии и телемеханики, подводных нескольких переходов, пересечения железной дороги М5 несколько раз. Самарские предприятия сотрудничают с областным и муниципальным руководством. По информации «Газпром» межрегион «Газ Самара», на реализацию программ газификации в Самарской области ПАО «Газпром» уже инвестировал 1,8 млрд рублей. Но если ситуация с платежами не улучшится, газификация региона может быть приостановлена, ведь на сегодняшний день общая сумма просроченной задолженности за газ всех категорий потребителей уже превышает 2 млрд рублей. В свою очередь «Газпром» газомоторное топливо расширяет сферу своей деятельности на территории губернии. В ближайшие годы планируется продолжить перевод общественного транспорта на голубое топливо. Марина Кравцова, Алекс Зверев, Алексей Золотенков. События. На Красноглинском пляже Самары утонул пациент в психиатрической больнице. 20 пациентов, один инструктор и два волонтера приехали на пляж. После купания одного не досчитались. Позже на глубине 3,5 метров нашли тело 49-летнего мужчины. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. О правилах безопасности на воде, особенно в несанкционированных местах, говорили сегодня на общегородском совещании в мэрии. Подробности у Марины Матвейшиной. Купаться запрещено. На 16 стихийных пляжах Самары появились предупреждающие об опасности таблички. Спасатели и специалисты Управления гражданской защиты регулярно проводят рейды по стихийным местам купания. Особенно сейчас, в жаркие дни, есть от чего бить тревогу. В этом году уже погибли 8 человек. За весь купальный сезон 2014 года утонувших 14 человек. В 2015 году – 18. Анализ статистики людей на водных объектах, вне городских пляжей, в купальных сезонах предыдущих лет, свидетельствует о том, что подавляющее большинство трагических случаев проходят на реках Волга и Самара. В том числе и на правом берегу реки Волга, на островах. На островах расположено 60 турбаз, где одновременно отдыхать могут более 5,5 тысяч человек. Все они подвергают себе опасности, купаясь на стихийных пляжах. Городские власти настойчиво обращают внимание руководства турбаз на необходимость организовать для отдыхающих безопасное купание. Правила поведения на воде нужно пропагандировать и на городских пляжах, отмечает глава Самары Олег Фурсов. Конечно, 14-15 человек в год мы теряем. Это недопустимые такие жертвы. Это связано с недостаточной профилактикой и, наверное, внутренней такой культурой людей, которые и в пьяном виде купаются, и в запрещенных местах. Поэтому пропаганду нужно тоже усиливать. Спасатели еще раз предупреждают об опасности купания в необорудованных для этого местах, будь то реки, озера или карьеры, заполненные водой. В таких местах мало того, что нет поста спасателей, там не исследовано и не подготовлено дно, не сделаны пробы воды. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. 64 дороги отремонтируют в этом году большими картами. Сейчас работы уже завершены на 20 участках. Качество ремонта проверяют не только специалисты Департамента городского хозяйства, но и общественники. Что показала проверка на улице Корякина и Антона Вовсеенко, расскажет Лариса Шалафаст. На перекрестке улицы Корякина и проезд 9 мая качество дорожного ремонта проверяют тщательно. Контроль качества ремонтных работ в этом году усилен. Он многоступенчатый. Производится на всех этапах – от фрезерования до укладки верхнего слоя асфальта. По поручению губернатора и главы Самары к контролю подключились представители районных администраций, депутаты и общественники. Пробы асфальта уже проверили в лаборатории. Все показатели в норме. Также замерили длину и ширину отремонтированного участка. В 2015 году большими картами уже привели в порядок 6000 квадратных метров улицы проезд 9 мая. В этом году здесь отремонтировали перекресток. 9 мая соединилась, по сути дела, с ремонтированной улицей Марии Стереза. И вот по улице Корякина мы на сегодняшний день видим все здесь единое. Чисто, хорошо. Здесь было практически невозможно ездить. Дорога была вся в ухабах. Ходить было также затруднительно. Сейчас мы увидим совершенно другую картину. Перекресток кажется там в совершенно другом свете. Он приятен и для прогулок, и для проезда. С начала года большими картами в Самаре отремонтировали 20 дорог. Специалисты-общественники проверили и качество комплексного ремонта дороги дублера улиц Антонова-Всеенко. Здесь не было комплексного ремонта еще с советских времен. В 2015 году был заключен муниципальный контракт на комплексный ремонт дороги на сумму 217 миллионов рублей. Объем работ разделили на несколько этапов. В прошлом году обновили участок от советской армии до Авроры, отремонтировали тротуары, заменили асфальтовое покрытие. Основной объем работ выполнят в этом году. Выполняется работа по комплексному ремонту с учетом конструктива двухслойного. То есть устройство выравнивающего слоя толщиной 6 сантиметров и верхний слой щебиночномастичного асфальта бетон толщиной 5 сантиметров. На полимерно-бетонном вяжущем. Что позволяет добиться повышенного срока службы и соблюдать гарантийные сроки в течение 5 лет. В случае необходимости устранения гарантийных дефектов ляжет на плечи подрядной организации. Всего в этом году ремонт большими картами и комплексный ремонт охватят 73 городские дороги. Часть из которых перейдет на следующий год. Кроме этого запланировали привести в порядок 60 внутриквартальных территорий. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. В Самаре продолжаются выездные совещания по вопросам потребительского рынка. Нелегальные объекты должны и будут устранены с самарских улиц. Вместо разрозненных непрезентабельных палаток в городе должны появиться единообразные площадки для санкционированной торговли. Как идет работа в Кировском районе узнала Марьяна Мирная. Бесплатные котята и щенки в переходе метро здесь разрешение главы Кировского района Игоря Рудакова. Благотворительная раздача животных в добрые руки не создает проблем отделу потребительского рынка. Тем более, что за собой сотрудники приюта все убирают. Кроме них, в переходе, где еще в прошлом году кипела незаконная торговля, никого нет. Таких результатов удалось достичь за счет взаимодействия властей, силовиков и общественности. В основном работа была намечена на те территории, которые в рамках реконструкции сегодня идут. Это и реконструкция Московского шоссе, и Демократическая, улица Ташкентская. Сейчас идет реконструкция трамвайного полотна. Две площадки мы освободили под строительство двух детских садиков. Это, соответственно, у нас также на улице Ташкентской и улице Старозагора в границах Березовой аллеи. То есть работа ведется пока точечно по тем местам, где уже есть определенный вид на развитие территории. За прошлый год с улиц Кировского района было демонтировано и вывезено более 600 нелегальных киосков. Но данная работа весьма дорогостоящая. И в целях экономии бюджета нужно налаживать контакт с предпринимателями и договариваться, чтобы свои незаконные объекты они вывозили за свой счет. Я полный соратник Олега Борисовича в том, что он пытается со всеми договариваться. Не меняя при этом своих позиций. То есть город должен быть очищен от киосков. Незаконная торговля должна быть прекращена. Но при этом часть предпринимателей, которые хотят развиваться, вкладываться, идут на контакт, он с ними садится, договаривается, где о ремонте фасадов, где о развитии территории. Активный демонтаж киосков возобновится уже в конце июля. На заседании Самарской гордумы депутаты приняли решение выделить дополнительные деньги на освобождение города от незаконной торговли. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах дня. Светлану Ладу Русь-Пиунову заочно арестовали на два месяца. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Лидер партии «Воля» Светлана Пиунова подозревается в мошенничестве. В апреле этого года было возбуждено уголовное дело. В начале июня Пиунова была объявлена федеральный розыск. Поддельный больничный обернулся уголовным делом. В июне 27-летний Самарец предоставил работодателю лист временной нетрудоспособности, подлинность которого вызвала сомнения у сотрудников отдела кадров, о чем они сообщили в полицию. По результатам экспертизы оказалось, что больничный поддельный. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Выясняется, у кого Самарец приобрел липовый больничный лист. Жара в Самарской области в начале недели может смениться дождями и грозами, как сообщает при Волжске гидрометцентр. Во вторник, 12 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, вероятно гроза. Температура воздуха ночью в составе 12-17 градусов, днем 23-28 выше ноля. Такие же показатели прогнозируют и на среду. Что такое путь сердца и куда он ведет? В Самаре открылась необычная интерактивная выставка, где каждый желающий тоже может оставить свой след. Марьяна Мирная продолжит. Легкие штрихи карандаша, расслабляющая музыка и полное погружение в собственный мир. Так художник Алексей Вичкиалев создает картины. На публике работает впервые, но говорит, главное прислушиваться к своему сердцу. Я ухожу со всем, мне очень становится спокойно, нет проблем, нет никакого мира. Есть только я, рисунок, карандаш, больше ничего. Это такое очень специфическое состояние, очень интересное. Десять художников разных жанров и направлений создают свое видение того, куда может следовать сердце, каким оно будет и куда приведет. Ответы на эти вопросы рождаются из-под кисти художников. От чистого сердца хотели бы, чтобы жители города задумались на какие-то, возможно, философские вопросы, получили именно теплоту, любовь и позитивные, положительные эмоции здесь. Интерактивная выставка «Путь сердца» пробудет в Самаре до конца июля, после чего отправится на фестиваль «Протока». А пока мольберты стоят в холле, каждый житель Самары может оставить художественную память о себе на одном из них. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Роман Авинников, известный в Самарской области спортсмен, неоднократный призер соревнований по армспорту и русскому жиму. На этот раз решил попробовать себя в новом испытании. На старт по традиции его провожает вся семья, супруга и трое детей. Гонка героев на полигоне в поселке Рощинский, 8-километровый марш-бросок. Команда из 10 человек, мужчин и женщин должна преодолеть 26 препятствий. По условиям военной игры среди бегущих не должно быть отстающих. Есть конкурсы, где нужно кому-то помогать. Поэтому бежать нужно, как в армии, кучкой. Оставлять никого нельзя. Остался – погиб. Дистанция гонки героев – точная копия полосы препятствий для тренировок спецподразделений российской армии. Поэтому, как и положено, смельчакам приходилось проходить дымовые завесы. По ним стреляли из автоматов и пулеметов, танков и БМП. Холостыми патронами и снарядами. Усложнила задачу и матушка природа. Весь день шел дождь. Название говорит само за себя. Те молодые люди, которые смогут преодолеть препятствия, построенные организаторами, могут по праву себя считать героями. Не каждый человек неподготовленный может эти препятствия преодолеть. Несмотря на такую дождливую погоду, мы все-таки думаем, что гонка должна пройти успешно и действительно доставить удовольствие всем участникам и зрителям. Гонка героев с каждым новым сезоном набирает популярность. Если в прошлом году в ней участвовало семь городов, то в этом уже 14 – от Калининграда до Камчатки. На военный полигон в поселке Рощинский испытает себя, приехали почти тысяча смельчаков. Когда создавали этот проект, была ассоциация с каким-то подвигом, с вершением. Ну, наверное, каждый, кто пройдет сегодняшнюю более 8-километровую дистанцию и получит жетон гонка героев, на финише же нет победителей. Там есть тот, кто дошел до финиша. Это командная борьба. Они достойны хорошего звания. Суперфинал гонки героев пройдет 10 сентября в Подмосковье на полигоне Алабина. В битве за призовой фонд сойдутся лучшие команды каждого из этапов. Впрочем, на этом испытания солдатской жизнью не закончились. На каждой гонке героев любой желающий мог записаться в профессиональную армию. В Самарском лагере работал пункт призыва по контракту. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин